Здравствуйте, мои дорогие! Желаю вам хорошего дня. Если у вас сейчас вечер, то хорошего вечера. То есть и работы хорошей, и отдыха хорошего. У нас сегодня тепленько. Смотрите, какая срезала-срезала розочку ту беленькую, которую подарили в школе. Она у меня все время в той баклажке была. Это я ее вытащила, видите. Ночь постояла, водички нормальная, да? Ну, у меня планы, как всегда, сейчас с утра еду в больницу по своим делам. А потом мы с вами что-то сегодня приготовим, но уже не сладенькое, а солененькое. Потому что уже сладкое, уже как-то аж плоховато от сладкого. Смотрите, какие розы красивые. Да? Какие они ароматные. Боже мой, как я люблю розы, как я люблю розы. Ну, Вигела красавица, смотрите, открывается с каждым днем все больше, больше и больше. Вот эти вот тоже вырастают, вырвать это надо, не надо, пусть одна будет. Вот, видите, какие мощные ноги. Так, все. Завтракаю, одеваюсь и еду. Хотела вам сказать, красиво у нас больницу сделали, третий этаж, смотрите, крышу перекрыли, хирургию там ремонтируют, деньги наши, ну, горсовет выделил. Красиво, молодцы. Ну, смотрите, тут тоже цветочки растут, деревья, лавочки, смотрите, покрашены. То есть, больные могут посидеть, неплохо. Ну, конечно, лучше сюда не попадать. Вот, знаете, я вот уже неделю сюда хожу, как на работу. Ну, не надо меня спрашивать, почему. Просто я хожу, да и хожу, потому что мне надо сюда ходить. То, молодцы, знаете, денег нету, ну, а так вот в среднем нормально. Так, все. Еду домой, потому что что-то хочется сегодня приготовить, такое уже сладости уже. О, у меня машина там, я уже забыла. Ну, знаете, как бузина цветет, видите. И, видно, церковь, служба идет, и колокола. Зелинь, 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 зелинь. Акация тоже цветет. Так, все, еду домой. Слышите? Колокола. Все, поехали. Правда, сейчас встречусь с Сашей, и ей сегодня на примерку, потому что портная немножко перепутала даты, когда выпускной. Пойдем, сходим на примерку, а потом пойдем, надо ей там купить какую-то косметику, я не знаю. Короче, сейчас мы с ней встретимся в городе и пойдем к портной. Приехала сюда, к кондитерской фабрике, там она на маршрутке выйдет, и сюда пройдется, и мы с ней встретимся. Это у нас Рошеновская, смотрите, кондитерская фабрика. Большая она там. Сейчас вам покажу. Здесь делают карамель у нас. Вот видите, флаг Украины, Рошен. Здесь так постоянно пахнет вкусненько. Вон, видите, наверху. Видите, Кременчуцкая кондитерская фабрика Рошен. Вот такие большие машины грузятся здесь. Видите, так тоже поштукатурено, поремонтировано. Вот здесь вот делают вот эти все карамельки, вот эти все шипучки. Это на нашей фабрике. И фабрика, вот где розы, вот там видите, какие красивые розы. Аж до самого угла это фабрика все. Детей водят у нас на экскурсию. Я ни разу не была, я бы с удовольствием пошла на экскурсию. Ни разу не была. Ну, а дети в школы ходят. Роза красивая какая. Вот там вот можно отломать стебелечек и посадить. И примется. Там вот на заправке такие красивые. Сейчас я закрою машину, возьму сумку, пройдемся посмотрим с вами. На розы посмотрим. Все равно сидеть ждать. Еще она только выехала. Такие кусты. Ну, это я не пойму. Это или роза такая вьющаяся. Вот она на заправке точно такая есть. Или я не знаю. Вот смотрите, какая красавица. Вот надо такой кусочек веточки, что цветает, сломать. И вот она прирастет. Видите, какой кущарок красивый, да? Но она не очень полная, но сама по себе красивая. Такие листья красивые. Смотрите. Видите? Пахнет ли она? Ой, как она пахнет! Как она пахнет! Так, нужно где-то веточку. А это что-то, видите, положило почему-то. Сильно тяжелое. Ну, видите, какие бутоны здоровые. Тут цветается светлее, там темнее. Ну, вот красная такая вьющаяся, видите? Но я не люблю такую. Она неплохо смотрится, яркая. Ну, видите, как она вот тоже раскрывается. Не сильно полная она. Ну, желтая все-таки красивее, да? Вот такой цвет. Желтая с зеленым. Ну, а если красная и желтая, так вообще прелесть. Так, а на той стороне что? А здесь только красная, вот смотрите. И вот еще красивая, смотрите, какая. Вот надо под бутылочку, веточку, конечно, посадить. Вот это красивая, смотрите, какая. Видите? Смотрите. Это другой куст, вот. Смотрите. Пахнет? Пахучая. А эта, а эта яркая, смотрите, какая, да? Красивая. Ну, эти кусты красивые. А мощная такая, посмотрите. Вот если вот эти все маленькие поотламывать, то роза будет вообще такая большая, красивая. Видишь, молодые поганые. Они тянут. Ну, хотя, просто о чем я говорю. Вот этот вот сам плод, сам цветок будет намного больше. Если не будет вот этих вот маленьких таких вот, те, которые поедают. Вот здесь корой засыпано внизу. Ну, по-хозяйски. Туечка, смотрите, какая красивенькая. Красивый фасадик. Ну что, будем готовить. Говядину вот я достала. Вчера вечером она растаяла. Это хорошая такая часть, с которой делают стейки. Смотрите, какая говядинка шикарная. Так, что с ней? Я ее, когда замораживала, помыла, все. Ну, вот не обрезала эту кожицу. Нужно будет ее обрезать. Я думаю, знаете что? Сделать вот такие по типу, видите, немножко отделяется неравномерно, но ничего. По типу таких пальчиков, как рулетиков. Сейчас я вот нарежу вот такой толщиной. Потом мы отобьем их, завернем, что-то вовнутрь запихнем, протушим, и будет очень вкусная еда. Потому что, если стейк пожарит, его нужно сразу сесть и скушать. Вы понимаете? Вот горячим. Но, а нам же нужно еще что-то, чтобы у нас было не на один раз, а чтобы пообедать, например, еще, чтобы было что-то и поужинать чуть-чуть. Поэтому мы уже будем, знаете, жадины, говядины, растягивать удовольствие. Можно просто отбивные сделать, я вам скажу. Отбивные давайте сделаем. Не хотите никаких рулетов, да? Ну, может, вы и правы. Так, это придется чуть-чуть вот так вот обрезать, потому что будет, вот что мне не нравится, такая цена, вот эти вот кусочки, пленка эта, ее не так-то и просто снять, если на большом куске, а то можно, а так будет рвать. Ну, вот где такая она сильно явная, обрежем. Ук, Саша, ножик наточил, как. Мартыша надо, что же, покушать, правильно? Вот, видите, опять я сделала немножко неправильно. Взяла на дощечку, не накрыла пленочкой. А можно было накрыть и потом не мыть. Ну, так, о, Господи. Хорошая мысля приходит опосля. Да, 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 да. Так, ладно. Чтобы молоток не мыть, теперь сделаем. Так. Смотрите. Давайте по одному кусочку, чтобы было место, куда... Тыльной стороной. А что мне так пахнет здесь, а? Ничего, а, это кипит. Думаю, ничего не жарит, а вкусно пахнет. Отбиваем, тоненькую делаем. Завернем все-таки такой пальчик. Приготовим пальчики. Вовнутрь, может, все, придумаем что-то. Конечно, орехи было бы хорошо. А может, сыр и орехи. А может, творог солененький с укропом. О, все, все, есть идея, все. Сейчас мы отбиваем. Так что, с двух сторон делаем такие тоненькие заготовочки. Особенно вот тут, где жирок, хорошо разбивайте. Складывать на блюдо, но блюдо предварительно чуть-чуть растительным маслом, чтобы мясо не приставало. Потому что потом мы отбиваем тонко, чтобы его не рвать. Так, смотрите, вот открываю я этот кулечек. Смотрите, как отбилось. Видите? И вот так вот складываем. Так делаем со всеми кусочками. Складываем прямо, можно друг на друга, не бойтесь. Ну, это, как видите, молоточек чистенький. Вот надо было так сразу начинать. Ну, нет же, это же жало, вы понимаете. Так, смотрите. Вот такие у нас отбивные получились. Очень тоненькие. Вот сейчас я их вот так вот натяну этим же пакетом и поставлю пока в холодильник, пока мы будем готовить начинку. Прежде всего, вот такой маленький пучочек укропчика мелко-мелко нарежем. Если вы будете измельчать погруженным, то можно просто даже не нарезать, измельчить им все это измельчит. Но я творог просто перетру вилочкой. Поэтому не буду. Вот, нарезали. Так, теперь берем творог. Творога немного, потому что сколько у нас там штук получилось? Вы не помните? Десять, да? Ну, десять. Так. Раз. Вот где-то две столовых ложки. Видите, я творога добавила. Чуть-чуть. Так. Обязательно, конечно, чесночок добавить. Но у меня его нет. У Кларисы бежать не буду, потому что на работе у нас будет без чеснока. Я специями там как-то сбалансирую. Так. Теперь мы должны это все немножко вот так вот размять. Добавлю сюда чуть-чуть-чуть-чуть сметанки. Я хочу сделать в сметанном соусе это. Так, а где наша сметана? Боже мой. Так, сейчас, извините, найду сметану. Пропажа сметана. Вот буквально столовую ложку сметаны. У меня творог домашний, он очень такой, знаете, плотный. Чтобы немножко его структуру сделать более мягкой, более жидкости добавить в сметану. Если у вас в магазине, ничего не надо добавлять, там все будет ложиться, нечего делать. Так, теперь мы посолим, щепотка соли и отправляем сюда этот нарезанный укроп и чесночок. Дальше, смотрите, у меня есть вот эти вот, вы знаете, покупаю, люблю, вот эти для солянки сыровяленые наборчики, копченые. Вот смотрите, ну буквально чуть-чуть я возьму и сейчас мы меленько-меленько нарежем. Оно не сколько нам даст вкус, сколько аромат вот этого копченого с творогом. Это будет очень-очень хорошо. И добавляем творогу. Неплохо будет себя вести чуть-чуть маленькие такие кусочки копченого колбасного сыра. Курица копченая неплохо тоже будет с селятиной. Все, что у вас есть, все будет хорошо. Маленькие такие кубики. Видите, вот колбасу нарезают, они пакуют. И что-то там вот не так, не так получается. Это идите, сыровяленая колбаса. Можно бекон, можно хамон, господи, можно прошутто. Это вообще шикарно. Можно крылья есть куриные, грудка копченая. Ну то есть что-то такое, чтобы давало нам запах. Хотя это сыровяленая, тут нет у нас дымка, но все равно такой вот специфический вкус у вас будет. Так, что у нас тут, давайте посмотрим. Потом будем добавлять. Вымешиваем. Ну еще можно немножко колбаски нарезать. Вот такая масса получается. Вам видно? Шикарно. Сюда я не буду перец. Вот только укроп и все, и чесночка чуть-чуть, и колбаска. А уже само полотно из мяса мы специями приправим, конечно. Так, сейчас попробуем, как у нас тут соль. Еще немножко. Сольки. Так, солька есть. Видите, какая масса получилась. Дорежу еще чуть-чуть колбаски, но буквально два кусочка, чтобы побольше было. И московская здесь колбаса пробегала. И золотистая, и какая-то хочешь. Ну, это я имею в виду название. Сейчас тоже вот эти вот наборки, наборы для солянов тоже в дефиците стали. Не каждый раз купишь. Потому что сейчас сыровяйная колбаса дешевле, чем 160 гривен. Это такая, знаете, такая-сякая. Нет, вот так 200, 220, 10 долларов. Господи, что? А, ну да, 10 долларов. Все правильно я говорю, почти 10 долларов. У нас сейчас прогресс, у нас сейчас доллар падает. О, ну это было бы хорошо, если бы у нас гривны были целые мешки. Это было бы хорошо. А так это все равно. Так, наша валюта национальная, это гривна. И нам этот доллар, почему мы вечер за него говорим и привязываемся к нему, непонятно. Нам это вообще как-то неинтересно. Все, вот так вот колбаску, видите, мы вот делаем начинку. И поверьте, это будет вкусно. Так, все, мои хорошие, начинка готова. Возвращаем мясо. Возвращаем мясо. И сейчас выкладываем его вот так вот прямо, такое тонюсенькое оно. Видите, как классно мы с вами отбили. Тонюсенькое, но оно не рвется полотно. Я это сейчас делаю, чтобы равномерно посолить, поперчить. Мы завернем рулет, а потом уже рулет снаружи посолим и поперчим. Так. О, видите, какие простыни. На первый взгляд может показаться, о, как долго это готовится блюдо. Очень быстро это блюдо готовится. Так. Теперь посолить. Посолить. Поперчить. Вы можете чуть-чуть меньше. У меня, вы знаете, в семье очень любят специи. Так. Давайте затемянем его. Так. У меня тут большая сильно дырочка. Если бы свежий был. О, супер. Ну так нету. Эй, нету, нету, нету. Так. Отлично. Теперь что мы делаем? Теперь берем начинку нашу. Вот как будете заворачивать? Ну, я думаю, по длине, потому что в него не вываливалась начинка. И начинку вот так вот, колбасочкой такой выкладываем. Колбаской, бревнышком, как хотите, так и называйте. Не бойтесь, побольше начиночки. Всю начинку нужно выложить. То есть, распределяйте так, чтобы... А, сколько мы там творога брали? Три ложки? Да я уже не помню. Боже, как я буду писать рецепт? Ну, извините, я уже вам сразу говорю. Когда будете смотреть, потом читать, уже будете подкорректировать. Потому что я делаю все на глаз. Вот я сейчас встаю. Вы хотите, верьте, хотите, не... Вот сейчас этот рецепт у нас рождается вместе с вами. Так, вот что-то вот здесь мало, правда? Значит, надо одолжить. Вот так вот. Здесь вроде нормально. Так, все. Видите, такие у нас, как на пирожки начинка. Еще, смотрите, мясо очень любит горчицу. Очень любит. Смотрите, что я сейчас сделаю. Мы с вами будем заворачивать вот так. Вот, смотрите, накрываем и заворачиваем, да? Я хочу вот эту вот часть, которая у нас чистая осталась, слегка смазать горчицей. Слегка. Вот берем. Вот так. И слегка смазываем горчицей. Обыкновенная горчица. Телятина, то есть говядина, телятина. Ну, такое все-таки для меня какой-то запашок в ней есть. Специфический. Ну, я имею в виду, структура сама мясо, запах. И тоже там какой-то не свежий. Нет, я не это имела в виду. Все. Много не надо. Привкус у нас уже будет. Горчица уже все. Закрываем ее. И теперь, и теперь, и теперь. Чуть-чуть. Погорчица, розмарин. Чуть-чуть. Вы можете использовать специи, какие у вас есть. Извините. Продолжим. Я пользуюсь тут вот розмарином. А вы, пожалуйста, специи, какие у вас есть. Ну, постарайтесь мясо хорошенечко заспециализировать. Так, все. Вот и все. Так, и теперь начинаем заматывать тугенько наши вот такие пальчики. Краешки поддавливаем. Тугенько, тугенько, тугенько. И вот так. Вот такой вот у нас палец. Может его внутрь, а может нет. Вот такие пальцы мы будем делать. И вот здесь выкладываете на столе. Дальше. Вам видно? Я руками закрываю. Да ладно, вот отсюда. Вот так. И завернули. Так, дальше. Это я просто поднимаю, чтобы вам показать. Но вам даже не надо его никуда двигать. Мясо очень хорошо держит. Ничего не прорывается у нас. Ну, пожалуйста. На порцию отпускаете два пальчика. Даже один с гарнирчиком. И шикарно. А так бы у вас получилось с того куска три несчастненьких стейка. Это вкусно, но это очень дорого. Так, это белый жирок. И дальше делаем так. Замотали. Корчица не вываливается. Даже так протягиваете начинку, чтобы края у вас не были сильно пустыми. Так. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А я говорила десять. Девять таких пальцев получилось. Сейчас мы их обжарим. И потом будем тушить. Породку отправляю на огонь. Наливаю растительного масла. Если вы обжариваете на сливочном, то смесь растительного и сливочного. Я сливочное масло очень редко использую для этих целей. Так. Теперь мы должны сверху посолить наши рулеты, потому что снаружи мы их не солили, вы знаете. Да? Да. Вот эта вот штучка, спасибо Юля, мне подарила. Но почему-то у меня не получается. Как-то что-то здесь не сыпется. Не срослось. Так. И чуть-чуть черным перчиком. Здесь не надо, у нас внутри там много специй. Не перебарщивайте. Так. Разогревается масло. И каждый пальчик мы запанируем в муке, чтобы более сочно было. Не так, что прямо там уже как пирожок у нас, а просто слегка. Вот так. Это мука. Будет такая у нас корочка. Ой, я сегодня не смотрела. У меня одна женщина все равно пишет. Алла, ну, ваше слово сверху прямо режет. Я не знаю, как сказать. Я вот уж. Я же скажу, не слушаю. Я говорю, хорошо, я буду говорить сверху. На украинской мове. Ну, я забыла. Сейчас что-то вспомнила за это сверху. Сверху будет такая у нас шкирочка. Кирочка. Мясо не будет у нас таке сухое, жахливо сухое, потому что будет такая шкирочка зажаристая. И ця шкирочка будет втремывать сик, який е у мяса. Эта кожица будет удерживать сок, который есть у нас внутри мяса. Так, все. Это просто сейчас шутка. Жду, 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 жду. Что у нас там нагрелось? Масло или нет? О, нагрелось. Проверили мукой. И вот так вот швом вниз выкладываем на сковородку. Мы должны слегка обжарить. Выкладывайте на сковородку такое количество, чтобы вам удобно было переворачивать. Тут у нас осталось опять, а там я положила 4. Ну, ничего. Выложим эти. В два приема будем выкладывать. Пусть эти немножечко подождут. Они слились с рассветкой. Рассветка и клеенки их не видно. Они замаскировались. Все обжариваем. Конечно, уже дефицит лука старого, поэтому я порежу вот этот вот зелененький белую часть. Я буду готовить, уже вам говорила, вы можете делать томатный соус, какой вам нравится. Я буду готовить на сметанный соус у меня будет. Поэтому чуть-чуть масла сливочного. Немножко спасирую этот лучок. Сметанка, специи. И все. И достаточно. Не будем загущать. И вот в этом сметанном соусе мы будем протушивать наши вкуснейшие мясные пальчики. Так, все. Я буду готовить вот в этой сковородке, которую очень критикуют кое-кто. Ну, это такое дело. Так, сейчас переворачиваю. Видите, вот смотрите. Зажарилось. И я... Только, пожалуйста, не делайте, чтобы не раскрывались у вас. Видите? Все, переворачиваю. И потом ставлю и буду готовить этот соус. В соус добавляю граммов 50 сливочного масла на сковородку. И где-то пару столовых ложек растительного масла. И пассирую вот этот лучок на сковородке. Лук пассируется. Я взяла 100 миллилитров молочка, но у меня домашнее. И сюда сметану сейчас выдавлю. Это чтобы не вода, а именно... В молочке разведу сметану. Ух ты! Ух ты! Перемешаю вот так. Это чтобы не было комочков. Ну, сейчас вверху сила, понимаете. Лучок пассируется. И тогда я вот вылью эту жидкость. Можно было добавить муки, но я не хочу. У нас на наших пальчиках вот здесь есть мука. И она, когда соединится соус с пальцами и будет тушиться, мука загустит наш соус. Поэтому, видите, все вот размешалось. Никаких комочков нету. Вот. И сейчас я... Просто мне неудобно вас туда-сюда носить. Вот. Спассировался лучок. И сюда выливаю сметану. О, потекло! Как мне красиво! Красота! Красота! Перемешиваю. Солю, перчу. По вкусу подовожу. И чуточку, чайную ложечку сахарка. Смотрите, готово. Даже жир, на котором обжаривались наши пальчики, я вылила сюда. Он чистый, хороший. И ложечкой вот этим соусом полностью закрыла пальчики, чтобы они были покрыты соусом. Соус, между прочим, очень вкусный. Я попробовала... Просто песня. Так. И теперь вот эту сковородку я отправляю в духовку. Духовку я разогрела. Ну, если вы не успели, ничего страшного. Можете даже в тепленькую поставить, ничего страшного не будет. 180 градусов, минут 20-25. Отправляем в духовку, чтобы пальчики полностью приготовились. Время вышло. Давайте будем доставать. Доставать, доставать, доставать. Где наша ручка? Если у вас есть сыр, сверху будете затереть сыром. Ну, смотрите. Смотрите, как зажарилось. Плохо видно. Сейчас дальше подвинем. Вот. Выключаем духовку. Сразу не кушаем, вы знаете, что... Так, вот уже правильно выключила праздник. Соки должны остановиться. Смотрите, сколько у нас тут соуса получается много. То есть вы готовите гарнир и будете поливать этим соусом. Так, все. Сейчас на тарелочку и покажу вам на разрезе. Пусть немножко остынет. Немножко остыло. И сейчас мы с вами попробуем, что у нас получилось. Так, разрезаем. Смотрите, видите, творог. И там он хейлбас. И супер. Ну, вы дождетесь, пока остынет полностью. Но у меня же, понимаете, ждать мне некогда. Пробуем. Саму начинку дать упороем. Долго рассказывать нечего. Просто-напросто вкусно. Да и все. Что я вам могу сказать? Сейчас я покажу вам. Вот видите, как колбаску там видно. Вам видно? Видно, 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 видно. Все. Очень вкусно. Продолжение следует... Продолжение следует...